Эта жемчужина из холодного фарфора не единственный трофей, который хранится в семье Моксиных. В их доме множество наград, которые спрятаны в дальнем шкафу. Свои победы они афишировать не любят, предпочитают оставаться в тени. Однако это получается не всегда. Кажется, что сама удача преследует их по пятам. Там были очень сильные конкуренты. У нас была семья блогеров, одна из родина. Из Барнаула была очень сильная семья ученых. Мне очень понравились четверо детей. Они такие мощные, у них поэтическая база. Мама здесь стихи пишет классные. Но тем не менее, жюри почему-то выбрала нас. Больше всего мы боялись того, что они объявят, что эта семья выиграла. И теперь они поедут на Россию. Вот это вообще мы боялись. Поэтому мы говорили, давайте так вот играем потихонечку, чтобы ни в коем случае нас не выбрали только. Воспитывая четверых детей, у родителей остается время и на собственные хобби. Ирина увлекается скраббукингом, изготовлением украшений из полимерной глины, а также шитьем интерьерных кукол. А между прочим, она доцент Бийского технологического института. Преподает физическую химию и является кандидатом технических наук. Именно эта специальность мне нужна в жизни, как правильно накормить семью, чем правильно питаться. А во-вторых, с детьми тоже надо заниматься, и с ними нужно заниматься, и в том числе, и где-то подсказать по-английскому. Вот кандидатский минимум это пригодился, да, там 500 тысяч слов, то есть не зря же учились тоже. Или где-то там, ну, математика. Ну, пока у нас еще маленькие дети, но мы надеемся с мужем, что мы сможем им помогать и до 11 класса, по крайней мере. Мужу тоже некогда лежать на диване. Максим – программист. Вечный аспирант, выигрывает научные гранты. После работы он даже находит время для того, чтобы поиграть с друзьями в футбол. Остальные свободные часы посвящает семье. В доме он настоящий хозяин. Сам обустроил детям спальню и даже соорудил спортивный комплекс. А вот о творческих конкурсах у Максима свое мнение. Это отнимает очень много сил, времени. У меня на работе какие-то проекты подвинулись из-за этого. Честно, мне не нравится. Это была некая авантюра или спонтанное решение, которое мы приняли. И больше я в этом участвовать не буду. Правда. Но самое главное достижение Моксиных – их дети, которые рождаются каждые три года. Старший сын Иван заканчивает четвертый класс. Кроме этого, он занимается спортивной гимнастикой и учится играть на гитаре. Несмотря на загруженность, еще и родителям успевает помогать. Мама говорит выносить там мусор, робота-пылесоса включать, полы помыть, пыль вытянуть, за братом убрать, за сестрой убрать, с ними поиграть. Моксины – православная семья. Каждое воскресенье они ходят на службу в Успенский собор. Старшие дети поют в клиросе и посещают воскресную школу. Самые любимые праздники у детей – Пасха, Рождество и Новый год. Я помогаю маме накрывать на столище. Тоню наряжаю. Мама меня красит тоже. Ну, папа приходит в костюме Деда Мороза, как всегда. В конце апреля Ирина и Максим отметили никелевую свадьбу. Как говорят Моксины, время, проведенное вместе, бесценно. Они называют свою семью самой обычной. В их доме всегда много смеха, веселья и талантов. Для них это и есть главная жизненная ценность. Кристина Мелехова, Сергей Даровских, Будни.